Здравствуйте, уважаемые трейдеры! С вами компания MaxiMarkets. Сегодня мы вновь представляем наш регулярный прогноз по основным валютным парам на следующую неделю по перспективам ценовой динамики EURUSD. Доллар продолжает укреплять свои позиции по всему спектру валютного рынка. Судя по всему, инвесторы наконец-то успокоились и основательно поверили в грядущее активное сокращение финансовых вливаний в экономику США. Представители ФРС Плоссер, Фишер, Локхард, да и сам Бернанке, кажется, убедили рынок в том, что процесс сокращения стимулов не будет остановлен. Опубликованный к тому же экономический обзор ФРС по регионам США, так называемая «бежевая книга», продемонстрировавший рост экономики в 11 регионах из 12, прекрасно вписался в общую радостную макроэкономическую картину недели. В то же время данные по Европе произвели на рынок не самое благоприятное впечатление. Падение темпов роста ВВП в Германии до 0,4% против предыдущего значения 0,7% стало довольно значимым и негативным событием для еврозоны, поскольку до недавнего времени именно экономика этой страны считалась главной движущей силой в Европейском Союзе, удерживающей регион от очередной рецессии. Неудивительно, что рынки отреагировали на это снижением евро. В этих условиях наш прогноз, построенный на волновом анализе ценового движения, анализе графических фигур, свечных комбинаций и сигналов технических индикаторов, также подтвердил нисходящую направленность евро-доллара. На четырехчасовом графике пара находится сейчас у линии шеи. Графический разворот фигуры голова и плечи с целью нисходящего движения 1,33 и, возможно, ниже. Таким образом, наш прогноз на следующую неделю предполагает краткосрочный коррекционный подъем пары ориентировочно в ценовую зону 1,3560-1,3580, а затем продолжение ее снижения к целевым уровням 1,3517-1,3485-1,3450-1,3423-1,34 и, возможно, ниже в направлении ценового уровня 1,3342. По паре фунт-доллар. Удача, кажется, отворачивается от Великобритании. Еще совсем недавно мы обсуждали волну сильных макроэкономических данных и потенциально решительный настрой Банка Англии. Но теперь все начинает меняться. Не успели рынки оправиться от слабых данных по инфляции, как появился новый повод бить тревогу. Согласно опубликованным данным, цены на жилье в стране вновь снижаются, вернув инвесторам мрачные мысли об охлаждении британской экономики. Их сменили весьма позитивные данные по розничным продажам, которые хотя и позволили фунту резко вырасти и вернуться в границы бокового диапазона, однако же достигнутый при этом максимум все равно оказался ниже предыдущих вершин, подтвердив тем самым стабильность нисходящей динамики фунта. Техническая картина также предупреждает о развитии нисходящей динамики ценового движения валюты. Фунт неудачно протестировал сильнейший уровень сопротивления, образованный на месячном таймфрейме верхней границы коррекционного треугольника от 1.07.2009 года, линии нисходящего тренда от 1 марта 2008 года и 233-дневной скользящей средней. Курс пары отскочил от этого уровня и начал формировать новый цикл нисходящего движения в направлении нижней границы треугольной коррекционной модели. Волновая структура пары и показания технических индикаторов также поддерживают нисходящую направленность ценового движения пары. В этих условиях в нашем прогнозе на следующую неделю предполагаем возобновление снижения пары к целевым уровням 1.6388, 1.6355, 1.63, 1.6260 и ниже к ценовому уровню 1.6220. В зоне последних целевых уровней ожидаем коррекционный откат пары ориентировочно в ценовую зону 1.63, 1.6340. Далее вновь предполагаем очередной этап снижения британской валюты. Более подробную информацию по движению валют на рынке смотрите на сайте maximarkets.ru. Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс!